Монастырь Построить монастырь не значит создать закрытую организацию со своим уставом. Хотя и отделенный от мира высокой оградой, он призван быть светом для людей. Поэтому так важно значение монастырского храма. В женской, создающейся обители, села Среднебелая, строящийся храм в честь Албазинской иконы Божьей Матери близится к своему завершению. И совсем скоро гостеприимно распахнет двери для первого богослужения. А сверканием золотых куполов возвестит о себе далеко вокруг и благоукрасит село. Егор Мизинов, промышленный альпинист профессии, 10 лет специализируется на производстве куполов. Вместе с бригадой объехал почти всю Россию. Струдились в Мордовии, Казани, Чувашии, Башкирии. По приглашению правящего архиерея Валдыка Лукьяна оказались в Преамурье. Работать несложно. То есть люди, понимающие вокруг, стремящиеся к Богу. И, значит, поэтому несложно сделать. Осталось еще сделать в Троицком храме 8 куполов. То есть здесь мы сделали 2 купола и 2 шатра. Для женского монастыря это довольно-таки скромное украшение. С дороги будет видно теперь. То есть проезжающие мимо люди будут видеть и кресты, и купола. И уже как бы считают, что в деревне живет нормальная полноценная жизнь. Металл мастера привозят с собой ввиду специфики производства. Это нитрит титана на основе стали толщиной 7 миллиметров. Оптимальный вариант для наших погодных условий. Очень прочим долговечный металл. То есть из-за величины такой не делает никто. То есть 0,7 покрытие нитрит титана идет только у нас. По благословению правящего архиерея, за что ему очень благодарна бригада мастеров, в областном центре скоро откроется цех по производству куполов для храмов амурских городов и сел. Ну а пока важные и торжественные моменты для благовеченской епархии, сестер обителей, жителей села Среднебелые. Освящение куполов и поднятие их на кровлю. Эти события произошли 22 и 23 июня. Благодаря всем, кто приближал эти моменты. Жертвователям, благоукрасителям и всем людям доброй воли. Так хочется, чтобы с появлением этой духовной красоты, с водружением крестов золотых, люди становились тоже добрыми и золотыми. Иначе зачем тогда жить на белом свете? Это и самое большое человеческое призвание здесь, на Земле. Стремиться к добру. Стремиться к доброй, хорошей, порядочной человеческой жизни. Ничто сегодня так не вдохновляет и не дает нам эту идею, как только Бог, Святой Евангелие и наша родная историческая православная вера. Субтитры подогнал «Симон» Владыка не раз адресовал благодарственные слова главам администрации сел, приютившим епархиальные монастыри. В свою очередь, главы администрации считают, что епархия приютила села Ивановского района. Ведь хотя бы помощь епархии многодетным семьям села Среднебелое за последние полгода составила 260 тысяч рублей, а села Троицкое – 120 тысяч. Трудно сегодня, наверное, всем амурским селам. Но когда два года назад в администрацию села Троицкое пришел сам управляющий Благовеченской епархией с предложением построить здесь монастырь, вместе с ним в кабинет Инны Иосифовны Ковалевской вошла Надежда. Сомнений у меня вообще не было. Я сидела в администрации, владыка подошел, как мне сказал, вы знаете, я вот рядом живу, а я хожу постоянно туда-сюда, вот рядом, и все время смотрела на эти здания. И девчонка говорит, девчонки, давайте в интернет закинем. Ну, закинем, ну неужели мы никому не нужны? Правда? А тот он зашел, мне сказал, что вот мы планируем построить у вас мужской монастырь, реабилитационный центр, все. Я так обрадовалась, вы не поверите, я очень обрадовалась наоборот. Вот, я говорю, мы очень рады, будем вас ждать, если вы... И знаете, вот так далеко, это было так неожиданно, это было так здорово. Вот они, эти заброшенные здания бывшего Дома культуры, спортзала и детского сада, которые преображаются сегодня в монастырский комплекс, храм, братский корпус с трапезной. Раньше административное здание граничило с пустырем, а сегодня с надежной и прочной монастырской оградой. А вы знаете, что? Даже как-то интересно, что администрация рядом. Что очень хорошо, Троицкое, в далеком прошлом богатейшее амурское хозяйство, никогда не разваливалось и не теряло упорядоченности. Большой плюс руководству. Сегодня его население 480 человек, из них работоспособных 90. Правда, не у всех есть возможность трудоустройства. Функционирует клуб с библиотекой, центр культурной жизни, почтовое отделение, школа. При ней группа кратковременного пребывания разновозрастных детей, почти детский сад. На развитие учебного процесса и ремонт школы в этом году Благовещенской епархии выделено 100 тысяч рублей. Мы получаем от епархии, от владыка материальную поддержку, потому что в образовании, ну, мы знаем, что финансирование не на таком уровне, чтобы все сделать и выполнить. Строительные работы, заменить что-то. Даже вот в кабинет информатики, в кабинеты, где нам нужны приборы, оборудование. Мы с помощью епархии, мы купили проекторы для демонстрации фильмов, слайдов. Детям на уроках показываем. И также с помощью епархии мы заменим вот эту входную нашу дверь. Она у нас очень в аварийном состоянии. Ну, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Владыка к нам очень хорошо относится. По ходатайству Владыки Лукьяна и решению администрации села при сельской школе организован летний полевой выход боксерского клуба для ежедневных двухразовых тренировок и двухразовых занятий на воде. Без благотворительности такой выход был бы невозможен. Многие дети из трудных и малообеспеченных семей. Задача это оторвать детей частично от семей. Посмотреть, что они из себя представляют без родителей. Чтобы каждый был самостоятельный. Вот это первая задача. Вторая это сплочение коллектива. Сплочение коллектива. Ну и третья уже чисто оздоровительная задача. Это подышать всем воздухом, пообщаться с природой. Ну и, конечно же, оказать посильную помощь при строительстве монастыря. Это тоже дело нужное, дело благое. И завтра у нас тоже большой праздник. Пять наших воспитанников, так сказать, заново рождаются. То есть они изъявили желание креститься. С родителями мы переговорили, родители дают добро. Ну и мне великая честь такая выпала. Не только тренерскую, воспитательную работу вести, но еще и быть крестным отцом. Здание администрации наполовину занимает фельдшерско-акушерский пункт. Лидия Николаевна покоя не знает. В селе бывает всякое. То ДТП, то принятие родов. Но она очень любит свою работу и односельчан. Не зря Троицкий ФАП занимает второе место по Ивановскому району. Работа на селе очень тяжелая. Приходится работать практически 24 часа в сутки. Потому что здесь я нахожусь с 8 до 4 часов. А в основном болезнь приходит и по ночам. Обращаются и ночью, и утром. Больница Ивановская находится в центральной районной, в 70 километрах от нас. Скорая помощь в 20. Поэтому, как говорится, весь огонь приходится брать на себя. Переменами в селе Лидия Николаевна довольна. Село стало развиваться. В селе появились новые люди, новое строительство. Верит, что это привлечет и вернет в село молодежь. Если будет молодежь, будет село расти, будут новые семьи создаваться, будут рождаться дети. Я думаю, вот такие перспективы. По мере того, как в селе стали намечаться возможности трудоустройства, ведь епархией строится и кафе для паломников, и гостиница на улице Колхозной, появился и спрос на участки земли. Из 44 пустующих участков сегодня 6 уже в процессе оформления. Лето бурной водной стихии 2013-го сильного бедствия селу не принесло. Но пострадали огороды, и многие люди остались без урожая. И получилось так. Согласно положению, помощь мы оказать не можем, потому что дворы у нас не затоплены. И, если сказать, без урожая люди остались, без ничего. И мало обеспеченных семей у нас немало. И мы обратились к епархии, они даже сами все к нам. И мы оказали более 30 человекам помощь, семьям даже. Так двухлетнее сотрудничество с Благовещенской епархией дает благодатное решение многих проблем села. Вот вместе сотрудничаем, мы вместе общаемся, мы где-то сообщаем. Мы вот сейчас вот хотим даже вот и рынок сделать в селе, и все сообщать. Сейчас вот и остановка, и мы стараемся и землю вот сейчас вот все вот это вот делаем. Сейчас это самое, и на остановку вот готовим. Где-то через месяц, через полтора у нас будут все бумаги. Будем передавать вот землю под остановку вот для епархии. Почему? Мы очень рады, потому что мы же видим, что как пошло все на изменение. Знаю, наверное, Бог нас увидел, что вот именно вот не прошел стороной нашу территорию. Вот и получилось, что крепкая монастырская ограда Свято-Троицкого мужского монастыря село от себя не отделила, а взяла под свою защиту во благо его процветания и благоденствия. Наш следующий рассказ о маленькой жительнице села Лермонтовка-Тамбовского района. Зовут ее Катюша Шпекторова. Ей всего 11 лет. Четыре из них, она больна с аркомой Юинга. Мы когда положили ее в блоквечность в больницу, там сделали открытую биопсию, они все там сделали и вызывают нас врачи, говорят, что вам надо определиться. Или поехать в Москву, или дать удалить ножку. Не дадите удалить ножку, значит, езжайте домой умирать. Ольга Алексеевна решила, что бороться будет до последнего. После химиотерапии в Благовещенске предстояли бесконечные поездки в Москву для лечения. Где брать деньги, женщина еще не знала. Первым делом необходимо было съездить в столицу на обследование. В октябре 2011-го полетели на операцию, стоимость которой полтора миллиона рублей. Кроме того, пришлось заплатить обслуживающему персоналу около 70 тысяч. Летели мы сразу свои деньги. Нам помогало село, большое спасибо. Первый раз, когда мы поехали, там Бувка нам оказывала помощь, наш район. Вот здесь вот, ну, представьте, за 20 раз, это сколько можно денег? Я просто не писала, не подсчитывала, я даже не знаю, сколько это денег ушло у нас. Как человек здравомыслящий, Ольга Алексеевна понимала, что денег на дальнейшие поездки нет. Но как человек верующий, не отчаивалась. В Лермонтовке нет прихода. Ближайшая церковь в Тамбовке. Но Ольга Алексеевна предпочла Благовещенский собор, где долго молитвенно стояла перед иконами, пока не приняла решение. Обратиться в епархиальное управление. Здесь попросили собрать все документы на ребенка. Да, ну, мы уже в Москве были, они нам позвонили, сказали, что вам была оказана помощь. Первый раз они нам давали, по-моему, 12 тысяч, второй раз они нам давали 200, и сейчас они давали 30, которые сейчас у меня на книжке лежат. Я берегу, потому что, не дай бог, мы поедем опять. В одной из последних поездок врач сказал Ольге Алексеевне, что, несмотря на лечение, последствия метастазов не дадут сохранить Катину ножку. Но после ее удаления и 5-7 лет терапии есть возможность поставить современный гибкий протез. Так что борьба еще не окончена. Ни на чего не остановимся, мы все будем до последнего бороться, будем. А я благодарю очень Владыку. Я очень благодарна, низкий ему поклон, что он нам помог. Но если бы тогда не он, мы бы, наверное, не попали бы тогда в Москву, когда у нас вообще денег не было. Вообще не было денег. Я очень рада, что есть такой человек, и он сочувствует людям, в помощи оказывает. Я говорю, как бы там ни было, тяжело. Я понимаю, что сейчас всем тяжело. Но когда вот эта беда к нам пришла, я не могла перенести. В Москве они обошли много храмов. Были у святой Блаженной Матронушки. Знакомились с людьми, которые сочувствовали, жертвовали по силам. Предлагали остановиться у них. Одна женщина указала на старинную икону святой Екатерины Сапожковской. Тогда в Подмосковье ей как раз собирались строить часовню для онкобольных. Катя прикладывалась к образу. Метастазы точно ушли. Ни одной, Господи, я говорю, это просто с Божьей помощью. Все метастазы ушли. Они прикладывали к ней иконку. Вообще такая старенькая, такая вся эта. С тех пор образ святой Екатерины всегда с ними. Все будет хорошо у нас. У нас, я так думаю, она сама себя не сдает. Вот вы у нее спросите, что, Катенька, как у тебя дела, как у тебя здоровье? Она скажет, у меня все хорошо. Она никогда не скажет, что у нее где-то болит что-то. Сегодня Катюша всю ночь не спала. Не давала покоя больная нога. Но утром ее глаза горели от радости, что поедет на праздник села. 21 июня Лермонтовке исполнилось 90 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok